Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка его нет, Мельников, Мельников на пятак наброс, Филоненко ну и там уже просто втроем выпихивают оппонента и будет удаление в составе Гомеля перестарались гомельчане в этом самом выпихивании. Давайте повтор, глянем, что там было Мельников набрасывает, мог бы в ближний, наверное, на щитком протолкнуть, ну и здесь уже видим, как Жлоба поехал отрывать голову Федору Кочину Жлоба Феклистов перевод хороший, бросок и шайба там на пятаке мечется уже все на ней лежат, похоже, она в игре нужно выводить из пятака сумасшедший, там трафик лежит Бронников, и где же шайба Никулин добивала она ровно на линии ворот лежит сумасшедший какой-то пожар Ревенко Феклистов Никулин, Жлоба и Секерин, да, даже не тройка, а четверка нападающих ну и вот, смотрите, повторы за ворот где там шайба метается, метается, метается это еще первый и похоже, здесь Бронников тащил, да, и бросок что он вытащил, а здесь не удалось я Никулину запихнуть Гомель успевает спецбригаду практически полностью поменять нужно на бросок выводить выстрел, мимо Феклистов все две минуты в этом большинстве отыграл Дужины, парень! что там с Бронниковым-то случилось? ну забивает Феклистов это понятно, почему ворота оказались пустые у Бреста что там произошло? ну видим, да, что просто нет вратаря в воротах ушла нога да, вот это хоккейное несчастье сейчас именно с Бронниковым приключилось вроде бы неплохо отбивались да, вот, ну просто вот нога пустые 2-0 становится счет, ну не в большинстве уже отличились гомельчане но после удаления ой, инерции еще один момент и где шайба Колышкин говорит, что за линией за Алиной за линией давайте смотреть повтор как бы сейчас Колышкин 2 минуты не получил под камерами давайте смотреть на этом повторе увидим ли мы что-то а вы знаете вот по этому повтору продолжалось, но так и обречание его притормозили а вот свою атаку никак не получается придумать сходу Андреев какая классная диагональ и как же промахивается Феклистов ай-яй-яй-яй-яй чего в Бреста не получается? просто повторюсь очень неплохо вопиаде да, здесь Филоменко падает Кальчан при этом при броске Людмихнов смотрите каким тараном едет очень фактурный фор от его тяжело остановить 45 и узнаем чистого игрового времени Жлоба дальний бросок и 0-3 вот так вот на сей раз похоже не было подставления ни у кого из кокистов Гомеля бросал Жлоба низом и шайба так и зашла в ворота перед Бронниковым был сумасшедший в двух матчах кажется все так просто отдал, открылся, забросил ну и Фиклистов в ассистентах получается да, не было там от Сикери на подставление Жлоба в стеночку отыгрался с Фиклистовым ну и низом смотрите оп и шайба в ворота бросит Жлоба опять стеночка опять бросок защитника но уже один раз так сегодня залетело почему второй не попробовать но там больше шансов на набивание было у Ревенко ох какой бросок Фиклистова красотень то какая просто расстрельная пушка ну и 4-0 в пользу гостей не ему дадут лучшего игрока матча но у него один конкурент это наверное Филоненко который пока на сухарь идет дойдет ли он до этого сухаря узнаем через 8 минут и 42 секунды игрового времени ну а пока Ревенко лучше бомбардир пока что Гомеля бросок шайба застревает на Питаке ее не фиксирует голкипер и на Сикерине нарушает правила Зайчик еще две минуты и за неспортивную еще вот я говорил о том что не надо спорить с судьями перестали арбитры выносить дисциплинарные 10 минутки хотя есть такая опция конечно но в данном случае явно по жесту Алексея Гавриленко было понятно что за разговоры просто 2 минуты это все и нормально а так 4 и шайба ворона снова Фиклистов снова Фиклистов уже с другого фланга с острого угла освобождает досрочно Михнова но до конца матча проблема была не в бобине как говорится что там дальше в этой поговорке такое нам в эфире не разрешают говорить да и наверное до этой заброшенной шайбы надо посмотреть кто там в ассистентах может быть кто-то и пополнил свою очковую копилку покажет оба бросает еще одна шайба в воротах ну все уже пошел разгром а что там показывает сейчас Колышки от него шайба залетел вот сидеть в боксе ну вот повтор и да ну Колышка на пятаке здесь поорудовал и показывает что да от меня списали две минуты он выйдет на лед точно выйдет на лед до окончания игрового времени гол Ревенка 7-0 это фиаско минуты 41 до окончания матча здесь уже что было делать да успел вроде бы городецкий там и крюшку подобрать отскок ну и понятно что уже пустые ворота да вот кто бы подумал в первом периоде друзья что с таким счетом закончится что с этим как Продолжение следует...